всем приветики сегодня будем переделывать маникюр моей дочки у нее было наращивание на гелевые типсы и это будет вторая коррекция вот здесь видно как от типса отчелкнулся гель в общем будем переделывать посмотрим что из этого выйдет перенаращивать не будем будем корректировать то что есть снимаю покрытие я всегда керамической фрезой конкретно вот такой формы последнее время они очень полюбились достаточно бюджетные фрезы снимают хорошо на хватает их не сильно надолго заказываю примерно по две штучки каждый месяц в целом мне этого хватает то есть обновляю по 2 новых докупаю каждый месяц ссылки на все товары которыми я буду работать есть телеграме а ссылка на телеграм есть в описании поэтому девочки не стесняйтесь добавляйтесь в наш канал с полезными ссылками и выгодными покупками свал берез и других marketplace а значит здесь я дальше снимаю очень аккуратно легенько без нажима обираю убираю все какие-то отслой очки небольшие убирают цвет и сразу же убираю длину после этого я сразу приступаю к маникюру здесь нам нужно отодвинуть кутикулу мне удобнее всего делать это апельсиновой палочкой не люблю работать пушером пушер использую только при покрытии цветным гель-лаком отодвигаю кутику раскрываю карман всегда апельсинкой для меня это самый удобный инструмент делаю сразу это на 10 пальчиках и дальше я буду работать талька ну как работать добавлять тальк под кутику по тальку работает намного комфортнее быстрее удобнее для кого-то это может быть неудобно потому что его надо же нанести потратить на это время но на самом деле после того как люди пробуют разочек поработать по тальку больше без него работать неохота смахиваю обязательно смахиваю лишний тальк легонечко его как бы подталкиваю еще под кутикулу чтобы под кутикулой все подсохло и фреза работала гладко и хорошо маникюр я делаю пламенем срезаю режущим инструментом кутикулу и сверху еще шлифую цилиндром но не всегда вот такие две фрезы у меня в работе пламя этак мисс 23 диаметр зауженным носиком очередной раз хочу повторить что обработка кутикулы под кутикулы птериги это мой самый самый любимый этап в маникюре просто самый любимый обожаю его пишите девочки у какой у вас любимый этап в маникюре а какой наоборот не любимый также алмазной фрезой здесь вот вы можете заметить пузиком я убираю какие-то еще микро отслойки так как типса уже сросла повторюсь это вторая коррекция после наращивания и кое-где она может немного отслаиваться я пузиком той же алмазной фрезы легонечко шлифую все эти отслойки пилочкой я до покрытия не работаю вообще шлифую ноготок прохожусь под кутикулой убираю весь птериги и хохоряшки и готовлю кутикулу к срезу аппарат у меня работает примерно на 15 17 тысячах оборотов это для меня самая удобная приемлемая скорость аппарат у меня стронг 210 ручка 105 или ну ручку вот немножко видно работаю также с боковыми валиками здесь в общем ручки подростковые немного на них нарастает кутикула не сильно активная валики не сильно пышные поэтому с работой я здесь справляюсь достаточно легко но птериги присутствует вот сейчас видно было как он жирненько отлетает это прям кайф смотреть на это переключив вращение фрезы начинаю работать с правыми сторонами пальчиков тоготочков чищу также синусы боковушки и все в этом все что там есть вычищаю вот здесь тоже видно как я легонечко убираю отслойку очень удобно это делать фрезой именно не тратить время на пилку я так работаю уже давно и все прекрасно носится пилочка я пиливаю только торец и поверхность геля уже после укрепления ну вы увидите на каком этапе это будет выворот кутикулы я не делаю потому что в данном случае у меня будет комбинированный маникюр я буду срезать кутикулу кусачками кстати говоря кусачки у меня тоже достаточно бюджетные совсем бюджетные я бы сказала я их покупаю также на валверис однажды взяв на пробу я поняла что это очень удобные кусачки они с ручной заточкой идут очень остренькие вот после того как я обработала фрезой срез дается мне достаточно легко потому что под кутикулы чистенько кутикула отделена от ноготочка и я вот одной колбасочки такое и срезаю если где-то мне что-то не нравится конечно же еще подкусываю но все и мы готовы к покрытию сейчас я распыляю на ручке антисептик протираю убираю всю пыль из-под кутикулы с ноготочков с ручек и тем самым еще и обезжириваю ноготочки шлифовку в данном случае я не делала потому что ручки влажные шлифовка здесь не требуется удалось убрать все без шлифовки дальше у нас подложка будет rubber база от герса я работаю этой базой давно она очень хорошо носится но девочки она не густоватая к ней нужно приноровиться работать наверное ей ну просто чуть дольше работать чем жидкой базы наносится она просто замечательно тоже достаточно бюджетная также я ее беру на вал бересе все ссылки всегда оставляю в телеграм канале на нашу подложку всегда на все пять пальчиков и отправляю в лампу на одну минуту как раз таки примерно минуткой уходит на то чтобы покрыть на второй руке все пять пальчиков дальше мы приступаем к укреплению у меня гель от аташи номер 6 нравятся эти гели в работе очень приятная консистенция носится отлично замечательно этот цвет мы решили взять в качестве не только укрепления но и основного цвета выкладку геля делаю плоской кистью равномерно стараюсь распределить но сильно не стараюсь выровнять мы делаем здесь в данном случае не выравнивание а укрепление и будем еще опиливать сверху плюсом ко всему форму у нас была балерина сейчас мы постепенно переходим в квадрат но достраивать я ничего не буду иначе будут лопаты при такой длине ребенку 14 лет вот будет поэтому у него молодые изящные ручки ей нужна была вот такая форма то есть ее желание не достраивать никаких параллелей оставить что-то не до балерину не до квадрат что-то между обязательно всегда себе помогают тонкой кисточкой добавляю обязательно на боковые стороны на торец гель чтобы не было просветов нигде после полимеризации вот таким стягивающим движением снимаю липкий слой и дальше буду приступать к опилу опил в кадр не вас не вошел потому что ну махать пилкой перед камерой не очень удобно да и вам наверное смотреть на это не очень приятно опиливаю поверхность и торец выпиливаю ноготок изнутри это я вам конечно сейчас покажу выпиливать здесь ногтя нет конечно же с торца но есть отросшая часть поэтому вот такой фрезой в данном случае у меня по моему торговая марка кристалл уже не помню зеленая елочка я вот аккуратненько прорабатываю отросший ноготочек сглаживаю все там и делаю аккуратными ноготочки изнутри топом я не покрываю ногти изнутри не топом не базы ничем а просто очень гладенько сглаживаю и оставляю так наши ноготочки готовы но мы хотим еще добавить объемный дизайн все подростки конечно же любят вот эти все объемные фигурки вот но для того чтобы прикрепить фигурку нужно покрыть сначала ногти топом топ у меня x-top от замку очень люблю этот топ очень давно с ним работаю классный топ шикарная консистенция очень долго держит глянец но он девочки идет о фильтром поэтому он для темных оттенков он не подойдет он будет ценить на солнышке на свету где-то поэтому для темных оттенков я его не использую конечно же помогаю себе тоненькой кисточкой распределить топ просушиваю и вот такие есть фигурки мы выбрали два розовых бантик крепить я буду все это на полигель немножечко прошлась фрезой по части бантика как на которых накладываю полигель накладываю горошинку буду прикладывать к ноготочку ну и собственно придавливать и сушить сейчас я конечно же уроню еще этот бантик немножко не без этого не без этого вот собственно как дочь показала так я его и прилепилась аккуратненько с кисточкой полигель подправлю и буду сушить но минутки две точно чтобы хорошо все просохло немножко загляну вперед один бантик отвалился через недели полторы-две а второй бантик дочь оторвала сама больше она пока объемные фигурки не хочет но любым все результатом посмотрите какая красота и нежнота получилась пишите в комментарии как вам такой вид дизайна спасибо допрос за просмотр всем пока пока дизайна